Если в нашей стране прямо завтра произойдут честные президентские выборы, и будет два кандидата, главных, помимо там всякой шушеры, Навальный и Грудинин, мне, среднему классу, за кого голосовать? А почему ты противовставляешь? Вот давай так. Если я, например, против коррупции и Навальный против коррупции, почему мы с ним не сойдемся? Понимаешь, как в нормальном цивилизованном обществе второй занимающий место, ему дают место премьер-министра или какое-то еще... Навальный вам не даст премьер-министра. Подожди, откуда ты знаешь? Это как минимум три будет кандидата, а на самом деле гораздо больше. Ну, третий кандидат будет Сергей Шнуров, но я уверен, что он не... Нет, четвертый Ксения Собчак. Ксения Собчак, вообще 0%. Подождись! И силовики выдвинут своего кандидата и захотят его продвинуть. Силовики не идиоты, они понимают, что кандидат должен быть более-менее проходной. И как вы думаете, могут ли они к вам подвалить с идеей, что... Грудинин, будьте кандидатом от нас, от чекистов, а мы там спрячемся, сделаем вид, что вы как будто бы сам по себе, но только вы по понятиям нас не киньте, ладно? Поэтому оставьте нам Роснефть, туда-сюда, пятое-десятое, но зато многое сможете сделать в стране. Вы пойдете на такую сделку? Миллиарды Грудинина, видишь? Да, миллиарды Грудинина вижу. А вон, видишь, детский сад? Полмиллиарда. А второй детский сад? Да, второй детский сад, кстати, черепица из Австрии, из Германии, вот из этой Германии, там из Австрии. И сейчас вы проиграли суд на один миллиард рублей, за который, скорее всего, приставы у вас заберут все. Но началась вся эта история с того, что ваша бывшая жена забрала у вас 42% акций вашего чудесного бизнеса. И у меня был вопрос, домашняя заготовочка. Так во всем виноваты женщины или все-таки Путин? Абсолютно. Ты должен понимать, что рейдерская атака на совхоз началась в октябре 17-го года, когда никаких разговоров о, в том числе, разводе не было. И рейдерская атака была проведена, опять же, структурами, близкими к правительству Московского областа. Значит, из 1800 гектаров вот этой золотой земли, которая у вас здесь есть... Она почему золотая у тебя? Да потому что она около самого МКАДа, потому что... О, потому что ты хочешь ее... Нет, я ничего не хочу. Павел Николаевич, это что за варварство? Почему у вас клубнику топчут ногами? Так-так-так, подожди. А они как ее собирают? Нет, давай так. В этом году очень много дождей. А потом такая погода очень теплая. И поэтому земляника запаривается. И уже больше половины того, что мы собираем, мы вынуждены списывать, ну, выкидывать. Вообще... Землянику собирают раз в два дня. Значит, друзья, мы находимся на плантации Павла Николаевича Грудинина, знаменитого кандидата в президенты. Ленин мне не интересен. Я не верю, что Павел Николаевич всерьез про Ленина. Я думаю, что это все ширма и игра. На самом деле, это настоящий капиталист. Хороший хозяин, у которого 2000 гектаров земли у самой Москвы. И он их не продал, не пропил, не сбежал в Ниццу, а умудряется здесь уже, бог знает, 20 лет выращивать клубнику. Охренеть может. Я ее в розницу почем могу сейчас купить? По 300 и 350 рублей, в зависимости от качества. Так это беспредельно дорого. Я думал, 200 хотя бы, в ваших фирменных точках. Секунду. Если ты собираешь ягоду, и это натуральная ягода, которая пахнет, которая вкусная, то она должна продаваться дороже, чем турецкая. Но самое противное другое. Если тебе не дают точки продаж, ты вынужден везти ее куда? На оптовый рынок, на Фудсити. А там, знаешь, какая цена? 150-170. И половину того, что ты мог бы заработать, зарабатывает перекупщик. Так вы на Фудсити есть, и вы там по 150 стоите? Вынуждены ездить туда и продавать там ягоду. Потому что мы всегда продавали ягоду напрямую людям. А вот в этом году нам из-за того, что не дали места, мы вынуждены продавать оптом. И оптовик зарабатывает половину. Не тот, кто работал над ней несколько лет, А тот, кто за один день ее, ну, смог, грубо говоря, получить место для торговли. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали, это репортаж не о клубнике. Это репортаж о политике и о большом бизнесе. Реально, вот сейчас у Павла Николаевича отбирают все, вот эти две тысячи векта. Подожди секунду. Правильно я понимаю? Неправильно ты понимаешь. Потому что Павел Николаевич не владеет этим всем. Это акционерное общество совхоза имени Ленина. А глаз лукавый-лукавый. Не владеет всем. Нет, это неправда. Причем не 20, а 25 лет я директором. И у нас никогда, мы акционерное общество никогда не выплачивали дивиденды. И почему нас называют народным предприятием? Потому что все деньги, которые мы зарабатывали, мы тратили не на то, чтобы выплатить дивиденды директору или еще кому-то, а на то, чтобы развивать хозяйство. Я прошу прощения, значит, у меня очень конкретная аудитория буржуазная, вы знаете. Она буржуазная аудитория тоже из Советского Союза вышла. Нет, подавляющее большинство моих зрителей 25-45 лет. Все, они Советского Союза не нюхали. Слушай, подожди, 60% населения хочет жить в Советском Союзе. Ты думаешь, вот эти вот твои буржуазные люди не хотят? Не один. В возрасте от 25 до 35. И? С маленькими. И они вообще не знают, какой Советский Союз, как это так в магазине ничего нет? Они знают, что их дети получали, то есть их родители получали квартиры бесплатно. Ну, видишь там, этот, часы. Раз в час бьют куранты, выходят сказки, то есть персонажи русских народных сказок, и два круга проходят. То есть в каком году? Вот вы как Икей продали, тут и понеслась вот эта вся, да? Вот это было построено 3 года назад. Как раз деньги, которые от Икеи получили. И вот это частично. А что это за замок? Это детский сад у нас таких два. Причем следующий еще в русском стиле, он на этаж выше. Вы построили все, вот эти башенки, все-все-все? Да, почему это мы, это наши строители построили. Вот, кстати, храм тут. Почему нельзя говорить, что вы построили? Вы заплатили деньги, вам построили. Нет, мы вместе строили. Это хоспособ. Ну вот, смотрите, Дмитрий Потапенко, и, как выяснилось, вас с Павлом Грудининым связывает. В этой церкви Павел Николаевич крестил мою младшую дочь. Так что это мой кум. Слушайте, и церковь тоже вы строили? Да, причем, Греб, ты понимаешь, это к разговору о том, что совхоз Уминейна построил церковь, храм. Это тоже ваш дом? Ну, это не мой дом. Окей, дом, который вы построили на совхозной земле как девелопер, правильно? Вы думаете, мы живем и все это строим за счет кого? Земляники, что ли? Дима пытается, по-моему, уже полгода или больше купить дом за городом, правильно? Да. Причем вот в этом же направлении. Ну, мы просто обсуждали в том числе и с Павлом Николаевичем. Если бы у него все было бы тфу-тфу-тфу, то мы бы переехали даже сюда. И вот я думаю, если вы отобьетесь и на вашей земле-то до поселочек. Нет, не до... Для нас принципиально мы... Для народа, не девелопмент, маржи нету. Нет. Вот ты пойми. Это разное использование средств. Жить негде человеку. Не, не, это разное использование средств производства. Просто понятие, что сначала нужно сделать генплан, утвердить его, в правительстве Московской области. После этого пройти через местное самоуправление. Но... Явочным порядком взяли полгектара, нарезали сами и сами построили. Уголовное дело о самоуправстве. Слушайте, а у вас есть среди этих 1800 гектаров, хоть немножко земли, не сельхозное значение, переведенные под дачу? Она есть, но она переведена под другие объекты. Под жилищное многоэтажное строительство. А, многоэтажное строительство. О, у вас есть. Ну... А знаешь, что если ты перевел под многоэтажное строительство, то не можешь там строить многоэтажное строительство? Я знаю. Причем даже если таунхаус это одна история, двухэтажные домики другая история, да, вот так сказать, если у вас что-то подходящее, Дима устроит таунхаус, правда? Ты же говорил, что... Ну, у меня мало что меня устроили. Я уже придумал таунхаусы нового типа, они будут углом стоять. Сейчас. То есть, концепция развития совхоза предусматривала только многоэтажное строительство или сельхозпроизводство. Сколько у вас, простите, земли переведено под многоэтажное строительство? 13,9 гектаров. Да. А, так вот она. Это сразу земля сколько стоит? Вот здесь... Сразу подорожала очень сильно. То есть, на нее тоже мы платим уже 5 лет, а нам не дают разрешение... Рыночная стоимость сразу такого? Это миллиард или нет? Или что-то другое? Больше даже? В общей сумме 25 гектаров стоит гораздо больше. Не-не, я имею в виду 10 гектаров. Это примерно миллиард или не совсем? Плюс-минус, ну, примерно порядок цифр такой, да? То есть, у вас есть 25 гектаров, которые прямо вот хоть завтра превращаются в 25 миллиардов рублей. Правильно? Этому нас и грызут. Здесь больше, здесь... Все понятно. И ничего переводить не надо. Я два года... И после этого вы говорите, что вы не капиталист? Что вы только за землянику? Еще раз, ты же... Еще раз, ты не путай. Это акционерное общество, которое понимало, что земля... Можно поближе к камеру и крупно смотреть в глаза. Человек сейчас признался в самом важном... В чем? В том, что перевел свою любимую сельскохозяйственную землю в многоэтажное строительство. Вот в эти человейники. Которая находится рядом с дорогой. Там нельзя было сельхозпроизводством заниматься. У дороги? Конечно. Потому что тяжелые металлы не позволяют... Мы косим, например, траву и сразу ее уничтожаем. Ее даже на корпус-коту нельзя. И вот если бы у нас с тобой было евро-5 бензин, то, может быть, еще и можно было бы. Потому что ты едешь, например, в Берлин или в Мюнхен, там совершенно другая экология. А у нас, к сожалению, рядом с кольцевой дорогой, рядом с трассами федеральными, к сожалению, экология совершенно другая. Дим, я могу говорить, выкрутился? Или это будет просто неприлично? Если считать оценичным, я считал этот проект оценичным, здесь приблизительно 3 триллиона зарыто. Это вот минимум. Сейчас, подожди. Муха я отдельно, котлеты отдельно. Мы нашли жирную муху. 25 гектаров, уже переведенные под эти человеники. Конечно, Саблин с Воробьевым облизываются, говорят, нихрена себе. Геробан сделать это 3 триллиона. Подожди. Рядом с Парижем есть зерновые, которые растут прямо в пригороде Парижа. Почему их не застраивают? Почему в Швейцарии рядом, я не знаю, там, с Цюрихом есть коровы, которые ходят? Почему? Потому что это все должно быть продумано и обосновано. Должна быть гармоничная какая-то история. Почему, например, у меня друг в Ирландии говорит, слушай, они все старые сараи сохраняют. Знаешь почему? Потому что на новом месте построить ничего невозможно. Есть другая вещь. Можно либо сразу получить много денег, а потом... А потом-то чего? Да, а потом чего делать? Ну вот давай этот пруд застроим. Это вы перевели 25 гектаров под многоэтажки. А перевели бы вы их под таунхаус или под коттеджи? Вы же перевели их под человеники. При принятии генерального плана совхоза Ленинния, который был в 2010 году утвержден. В том числе были вот эти земли, которые до сих пор не застроены. Уже больше 10 гектаров. Потому что если ты хочешь сразу все застроить и много получить, а потом... Обрушишь рынок. А если ты можешь делать это постепенно в развитии... Но вы нисколько не построены? На 25 гектарах вы нисколько? Смотрите, эти дома уже на вашей земле построены? Эти дома построены на нашей земле. А, то есть вы девелопер, который построил вот эти вот дома. Правильно? И 300 сотрудников совхоза все улучшили свои жилища. Я даже... Вот один дом, это 32 квартиры. Да, ну вот значит, раз, два, три, четыре, 500. Значит, 500 квартир всего. Из них 300 досталось вашим сотрудникам. А вон, видишь, еще стоит желтое здание. Ну, это, по-моему, школа, вы сказали. Это школа. Знаешь, сколько она стоит? 17 тысяч. Восемнадцать тысяч? В этой школе 18 тысяч? 18 тысяч. Когда ты увидишь эту школу, ты понимаешь, что такое оснащение школы. Миллиард восемьсот. Миллиард восемьсот. И поэтому, если ты все это продал, а причем продал своим работникам, естественно, гораздо дешевле, с рассрочкой платежа, до сих пор уже 240 миллионов нам должны наши работники и бюджетники, потому что они получили все в рассрочку по низкой цене. Сто тысяч мест. Если продавать. Ну, 200 квартир, значит, предположим, по 5 миллионов вы продали, получился миллиард. Да, и еще миллиард добавил и построил школу. Миллиарды Грудинина, видишь? Да, миллиарды Грудинина, вижу. А вон, видишь, детский сад? Пол миллиарда. А второй детский сад. Да, второй детский сад, кстати. Спортзал еще. Черепица из Австрии, из Германии. Вот из этой Германии, там из Австрии. Павел Николаевич, сколько у вас земли? 2000 гектаров? В совхозе Миллина 1800, ну, в общем, около 1900 гектаров земли. Сколько из них под клубникой? Под земляникой, которую ты называешь клубникой, всего больше 130 гектар. Ну, у нас же еще кормовые культуры, у нас овощи. Сколько ее? 130 гектар плодносящих плантаций, плюс 9 гектар. Из 1800, то есть 7%. Плюс к этому мы еще производим кукурузу на силосе и многое там чего. Потом еще у нас порядка 150 гектар под картошкой, где-то 50 гектар под капустой, 40 гектар под морковью, 30 гектар под свеклой, 20 гектар под свеклой. Еще у нас был лук, но сейчас его мы не убрали. Что про вас пишут умные издания? Forbes, РБК, они пишут, ну так, вся вот эта земляника Грудининская, это так, это все то ли хобби, то ли, так сказать, что-то другое, а все деньги, это, конечно, 1800 гектаров, помимо земляники. Значит, из 1800 гектаров вот этой золотой земли, которая у вас здесь есть. Она почему золотая у тебя? Да потому что она около самого МКАДа, потому что... О, потому что ты хочешь ее... Нет, я ничего не хочу. Я про деньги, у меня буржуазная аудитория. Мы хотим... Вон, видишь, вот та земля, она когда-то была изъята у совхоза для дач, ну, для огородов. А потом перевели и превратили, и превратили. Да, ее превратили вот в это, вот это так называемый зеленый аллей, по-моему. Ну, че, кто хозяин? Ну, это не люди губернатора, нет? Нет, изначально, это сначала земельный участок принадлежал господину Саблину, а потом его передали в МИЦ, по-моему, называется. Значит, господин Саблин, хороший хозяин вот этого вот личного комплекса. Был, окей, да, значит, бывший. Это депутат Государственной Думы, которого Павел Николаевич считает главным рейдером, который хочет у него отобрать всю вот эту землю. Я констатирую факт, что Рота Агро, фирма, которая создавалась Саблиным, он до недавнего времени был главным бенефициаром, у нас теперь получила, ну, неправильно, на мой взгляд, путями, 42% акций совхоза. Это правда. Но это ваша жена продала? Она не продала. Она передала выставной капитал, а потом за 2 миллиона рублей, хотя, представляешь, что такое 42%, как ты говоришь, золотой подмосковной земли в 1800 гектар. И почему-то эта сделка была оформлена за 2 миллиона рублей. У вас отбирают все. Весь ваш бизнес, который вы здесь так с любовью, без шуток говорю, строили много-много лет. И сейчас вы проиграли суд на 1 миллиард рублей, за который, скорее всего, приставы у вас заберут все. Но началась вся эта история с того, что ваша бывшая жена забрала у вас 42% акций вашего чудесного бизнеса. И у меня был вопрос, домашняя заготовочка. Так во всем виноваты женщины или все-таки Путин? Абсолютно. Ты должен понимать, что рейдерская атака на совхоз началась в октябре 1917 года, когда никаких разговоров о, в том числе, разводе не было. И рейдерская атака была проведена, опять же, структурами, близкими к правительству Московской области. Там присутствовал депутат областной думы от Единой России, некоторый жук такой, который, конечно, ничего не делал без команды от губернатора. И рейдеры, которые, ну, юристы, скажем так. Рейдеры того самого знаменитого Полихаты. Которые потом оказались рейдерами Полихаты. А потом теперь защищают интересы Рота Агро и моей бывшей жены. Два слова. Значит, Полихата – это крутейший мэн, один из главных рейдеров России, который прославлен на всю страну тем, что у него возник конфликт со следователем, не помню, Следственного комитета Грифцовым. И тогда это была взятка на самую рекордную сумму. Это потом уже начали находить какие-то там чудовищные миллиарды в квартирах всяких там полицейских и чекистов. Но тогда, лет то ли 10 назад, то ли уже даже 15, я делал репортаж в программе «Максимум» о том, что и вот тогда страна узнала, кто такой Полихат. Но не вся страна, а только продвинутая публика. И поэтому, когда я узнал, что у Павла Николаевича все это рейдерит Полихата, я подумал, ох, круто с таким человеком сражаться. Это прям человек, который на этом собаку съел и, видимо, дожмет. Вот я должен тебе объяснить, или, может быть, ты мне объяснишь, в чем крутость Полихата? Ну, столько лет у всех отбирает, например, вот в Хамовниках. Тогда он отбирал в Хамовниках шикарные... В чем его крутость? Ну, он может у всех отобрать шикарные лаковые куски. И ему за это ничего не будет. Да, и еще и посадить следователя... Подожди секунду. Это означает, что Полихата имеет такую крышу, которая в любом случае его спасет. Согласен? Он в свое оправдание, наверное, скажет, что для того и щука, чтобы карась не дремал. Я думаю, если вдруг... Слушай, если щука, которая дает взятки судьям и всем остальным, покупает всех, а в случае чего может возбудить уголовное дело по следователю, и следователь потом доказал, что он не виноват, но остаться после этого на свободе, эта щука на самом деле живет только по одной простой причине. Потому что в этом болоте, который у нас сейчас есть, закон не действует, действуют понятия, телефонное право и все остальное. Если бы у нас в стране закон действовал, никакой бы Полихата не был бы для тебя крутым мэном. Да вопросов нет. Подожди секунду. И ты, получается, говоришь о том, что он крутой менеджер. Для меня крутой менеджер, тот, который построил завод, выпускает продукцию, которой может гордиться страна. Вот тем молоком, той земляникой, которую мы выпускаем, может гордиться страна. А Полихата что сделал такого, чем можно гордиться? Он гордится тем, скольких он нахлобучил и как много всего он отобрал. Он ездит на Майбахе, у него офис в этих Москва-Сити. И что толку-то? Он что-то произвел? Чем гордится вождь в племени в Африке? Что он отымел всех самок в этом колхозе, что он всех остальных опустил, ограбил всех и сидит в золоте. Вы понимаете, да? Ты этим восхищаешься? Нет. Так, стоп, секунду. И поэтому давай разберемся. Если ты считаешь, что такие, как Полихата, это соль земли русской... Да нет, конечно. С чего я вам это сказал? Поэтому никакой он не крутой менеджер. Никакой. Хорошо. Он обыкновенный. Но он вас дожал у вас за миллиард, забирает вот это все, правильно? Да подожди секунду. Он с двойным гражданцем из Англии, с сыном, который сидел в английской тюрьме, он теперь является для тебя образцом. Да нет, конечно. Ты сказал, он крутой менеджер. Да нет, никакой для меня образец. Если я сам медлен делаю своими руками, вы для меня образец, а не его. Вот, вот и все. И поэтому давай с самого начала начнем, что этих людей вообще не должно быть в России. Согласен. Только начать с того, что как только у нас, в светлой России будущего, будут четкие правила игры снизу доверху, Полихата свалит отсюда, и все, его не будет. В ту же секунду. Причем он свалит раньше других. Вот и все. Еще судья будет при должности сидеть и думать, так, я могу брать взятки или не могу? Она еще не поняла. А Полихата уже свалил. Должна избавиться от этой пены. Конечно. И вот когда мы избавимся от этой пены, тогда он нам будет легче жить. Мы избавимся на свободных президентских выборах, правильно? Ну, подожди секунду. А не надо глаза опускать. Кандидат президент и бывший. А теперь второй вопрос, домашняя заготовочка. Ну, можно? Давай. Значит, если в нашей стране прямо завтра произойдут честные президентские выборы, и будет два кандидата, главных, помимо там всякой Шушеры, Навальный и Грудинин, мне, среднему классу, за кого голосовать? Ну, если ты выбираешь буржуазное развитие, то за Навального. Если социалистическое, ну, социальное, ну, то, что мы говорили о Норвегии, Швеции, то, скорее всего, за меня. Ребята, вам решать, вот вы за кого проголосуете на выборах Светлой России будущего. Хотя я думаю, знаешь как, а почему ты противовставляешь? Вот давай так, если я, например, против коррупции, и Навальный против коррупции, почему мы с ним не сойдемся? И он совершенно спокойно может взять меня. Так вам же, одному из вас надо победить. Это выборы. А второму стать, вот знаешь, как в нормальном цивилизованном обществе второй занимающее место, ему дают место премьер-министра или какое-то еще. Навальный вам не даст премьер-министра. Подожди, откуда ты знаешь? Навальный же поддержал коммунистов. Я не очень хорошо знаю Навального, но я уверен, что он вам не даст. Подожди секунду. Когда он на выборах в Мосгордуму поддержал коммунистов, он что, против своей совести пошел? Нет, вопросов нет. Подожди секунду. Во-первых, это была политическая целесообразность, безусловно. Подожди, я говорю о другом. О том, что люди, которые хотят развития страны не вот как по принципу полихаты и остальные, значит, крутые мэны, а хотят развития страны как производственной площадки, как, ну, там так, на мировом рынке мы должны завоевлять определенное место, то тогда такие, как я... Опять вы меня увели. Нет, нет, нет. Такие, как я нужны. Опять сейчас агитация, социализм и коммунизм. Хорошо. А как ты хочешь? Я не спорю. Нет, нет, нет. Окей. Вот если бы... Я молчу, я подставка под телекамеру. А вы кандидат в президенты. Сказываете стране, голосуйте за меня. Ты не молчишь. Ты все время пытаешься собственное мнение навязать. А я пытаюсь тебе как-то объяснить, что на самом деле разные точки зрения могут иметь право на жизнь, и они должны между собой находить общие какие-то вещи. Поэтому объединение всех сил против того, чтобы коррупция развивалась, против того, чтобы мы не производили, а просто вывозили за рубеж всякие богатства свои, против того, чтобы люди, которые живут в самой богатой стране мира, вдруг жили нищими, вот это объединение, какая разница, кто будет это делать? Навальный, Грудинин, там я не знаю, кто там еще на политическом спектре есть, там Жириновский, какая разница? Скажите, меня должен дожимать эту тему, да? Что на свободных, честных выборах кандидатов будет два. А, заготовок? Да. Дофига не больше, но я лучше... Ты же начинаешь фантазировать, потому что как минимум три будет кандидата, а на самом деле гораздо больше. Ну, третий кандидат будет Сергей Шнуров, но я уверен, что он не наберет... Нет, четвертый Ксения Собчак. Ксения Собчак? Вообще ноль процентов. Подожди секунду, я говорю о том, что... Я же сказал, два главных и куча всякой шушеры. А потом кто-то из правящей партии «Единая Россия», поддержанный большинством бюджетов. А теперь мы переходим к реальной политике, что, скорее всего, честных выборов после Путина прям сразу не будет. А будет, безусловно, драка бульдогов под ковром, и силовики выдвинут своего кандидата и захотят его продвинуть. Силовики не идиоты, они понимают, что кандидат должен быть более-менее проходной. И как вы думаете, могут ли они к вам подвалить с идеей, что, Грудинин, будьте кандидатом от нас, от чекистов, а мы там спрячемся, сделаем вид, что вы как будто бы сам по себе, но только вы по понятиям нас не киньте, ладно? Поэтому оставьте нам «Роснефть», туда-сюда, пятое-десятое, но зато многое сможете сделать в стране. Вы пойдете на такую сделку? Во-первых, у тебя слишком много допущений. Первое, ты сейчас сказал, что «Роснефть» контролируется силовиками. А Сечен кто? Подождите секунду. И ты считаешь, что сейчас основную скрипку в политической нашей тусовке играют силовики? Ну, безусловно, с каждым днем все больше. Губернаторы становятся, охранники Путина становятся губернаторами. И поэтому ты считаешь, что честные выборы невозможны, потому что в любом случае силовики не дадут проведения честных выборов. Это я правильно понял? Да, конечно. Ну и все. А теперь так, ты сам ответил на свой вопрос. В случае, когда силовиков все больше и больше, а производителей все меньше и меньше, скорее всего они побеждают на любых выборах. Не-е-е. Да, потому что суды... Производителей больше, чем силовиков. Вы тут же подменили понятие. Не-не-не-не. Я говорил, что у них сил больше. Но больше по количеству, безусловно, предпринимателей. Ты знаешь, сколько трактористов в России? Наверное, уже мало, к сожалению. А сколько розгвардейцев? А, а розгвардейцы, на ваш взгляд, это силовики? На мой взгляд, это просто совсем никакие ребята из колхоза. Секунду. Это просто деревенские парни с нулевым уровнем, так сказать, кругозора. Они получают деньги из бюджета, и они называются силовиками. Слушайте, вот сейчас в Хабаровске произошло... Ребят, вы знаете, когда я просил у Павла Николаевича это интервью, в Хабаровске еще вот эти события, протест, массовые митинги народа, в знак протеста против того, что их губернатора Фургала посадили, этих митингов еще не было. А это новое явление. Там нет лидера. Там нет ни Навального, ни Ходорковского. Там силовикам сажать некого. Там просто народ вышел на эту улицу, весь этот город. Для Хабаровска 35 тысяч демонстрантов, ну это как в Москве миллион. А ты знаешь, что они нашли человека, которого надо посадить? А нашли? Ну, стрелочник они, может быть, и нашли. Это у человека, который в интернете писал... То есть даже тогда, когда я просил это интервью, еще не было Хабаровска, я уже понимал, что Грудинин человек будущего. И что в светлой России будущего, когда бы она ни началась, как бы она ни началась, Грудинин будет политической фигурой, которая будет действовать либо сам, либо он договорится с кем-то, потому что в политике договоренности это правильная и разумная реал политик. Я на буржуазную аудиторию могу это говорить, не стесняйтесь. Бабушки нас не смотрят, понимаете? Нет, секунду, ты, во-первых, не прав. Потому что политик это тот, кто занимается политикой профессионально. Ты профессиональный политик? Я нет, и вы тоже нет. Я тоже нет. Подождите, а Зеленский был? Подожди, есть? Стал президентом. Я тебе о другом. О том, что обязательно нужно создать какую-то политическую партию, которая ставит... Ну подожди, которая ставит свою задачу через выборы за охват власти. Согласен с этим? Да нет, достаточно вам одному захотеть стать президентом. И вы в светлой России будущего на свободных выборах можете им реально стать. Нет, потому что с тобой должна быть какая-то политическая сила. Да не нужна, сейчас интернет это вся твоя политическая сила. Нет. Да вы наняли в офисе здесь. Идеология, да нет, все равно должна быть. Нельзя так сделать. И поэтому слуга народа, которая была у Зеленского создана вот только, новая партия, которая позволила ему выбраться. Но за того и должны быть идеи и люди. И, кстати, если бы он не снял вот этот фильм, я так понимаю, о коррупции, о том, как нужно бороться, он бы вряд ли победил. Значит, просто это произошло, как всегда, неожиданно для власти. И поэтому, ну скажем так, вот неожиданность... Я президентские выборы был неожиданностью, ты это должен понимать. Значит, теперь про президентские выборы Грузинина. Значит, вы в интервью Потапенко Дмитрию, который обещал подъехать, на Эхе Москвы рассказали, что вы сам изъявили желание выдвинуться... Нет, было не так. ...для того, чтобы защитить свой бизнес от наезда. Не так. Не так? Абсолютно. Я рассказал о том, что Левый фронт вместе с другими там политическими левыми движениями устроил голосование у себя в интернете. И в первый тур вышли два человека, Грудинин и Болдырев. А во втором туре с небольшим преимуществом победил я. Тогда вот эти все левые движения предложили КПРФ, в том числе ПДС и НПСР, пять кандидатов, из которых КПРФ в том числе выбирало. Но решение о том, кого выдвигать, принадлежало президиуму ЦК КПРФ и КПРФ. Вы нас утопили в бюрократии. Нет, нет. Это реальная жизнь. А почему я из интервью вашего на Эхе Москвы уловил, что вы, наконец, впервые признались, что это вы двинулись в президенты от коммунистов, чтобы защитить бизнес от наезда? Так не бывает. Я говорил о другом. А почему же не бывает? Сейчас объясню почему. Потому что политическая партия не бизнесмен для того, чтобы защитить его выдвигает, а наоборот. Вы гениально разговариваете. Вы очень талантливо сбиваете меня с мыслями. Я тебя не сбиваю с мыслями. Я тебе рассказываю свое понимание. Я постараюсь все-таки, несмотря на 30-градусную жару, запомнить. У меня был главный вопрос. Когда вы от коммунистов выдвигались в президенты, как вы думаете, Зюганов согласовывал вашу кандидатуру с администрацией президента? Я думаю, что для администрации президента на уровне тех, кто принимает решения, это было неожиданно. Нет. Зюганов поставил их в известно, что не я выдвигаюсь на эти выборы, а вот от меня грудиня, смотрите, какой момент. Но тем не менее, они сказали, да окей, они еще недооценили, насколько вы для них опасны. А я тебе сейчас расскажу. Я все время рассказываю эту историю, что до 1 января, когда только произошло выдвижение, а выдвижение произошло, по-моему, 19 декабря, там началось 22 декабря, так вот до 1 января меня опускали на все федеральные каналы. Дали мне возможность... Да-да-да, мы это видели. А потом у вас так рейтинг попер, что они перепугались и начали вас мочить. А потом вдруг все изменилось. Меня никогда не выпускали на эфиры, но зато про меня столько рассказали. Я столько про себя вообще... У вас наши счета где-то там, хрен знает, в Швейцарии, что ли? Все счета были закрыты. И если бы я не закрыл счета... Не надо стесняться счетов. О другом. Ничего страшного в этом нет. Как бизнесмен я мог это делать. Но в соответствии с законом я должен был закрыть, я их и закрыл. И если бы я их не закрыл, меня бы сняли с предвыборной кампании. Потому что этот разговор был все время. А потом они увидели, что крыть-то нечем. Но самое страшное в другое. Вот этот поперший рейтинг, как ты говоришь, он кого-то так сильно напугал, что до сих пор... Администрация президента, конечно. Мне и кается. Вот до сих пор. Ну, они понимают, что вы реальный кандидат в президенты. Все понимают. Я что к вам прискакал-то? Я говорю, ага, Грудинин начал разговаривать. Ты прискакал, потому что нас дожимают. Нет, нет. В комментариях к моим роликам люди пишут, когда видят, что я расследоваю землю там, землю здесь, беспределы, говорят, слушай, у Грудинина бизнес отжимают. Приезжай и сделай это интервью. Таких, наверное, 200 или 300 комментариев. И вы тогда не хотели. А теперь вы согласны. Ты можешь найти данные, месяца три назад был Орловский экономический форум. Ты представляешь, выходит там вот этот вот Грудинин, который, как ты говоришь, обладает землями, и говорит, слушай, а давайте сделаем, как в Китае. Заберите всю землю сельхозназначения и дайте тем, кто на ней работает, в аренду на 99 лет. Тогда вопрос, что у тебя будут отжимать землю, пропадет. Ну, потому что с государством богатство. Ты аренду? Подожди секунду. Нет, нет, секунду. Аренду для сельхозпроизводства. У нас убили все сельское хозяйство. Ты там у себя, видишь, что происходит? Борщевик. Да, да, я пропагандирую. Вся сельское хозяйство должно быть в 60 кражах от Москвы. Запретить законодательно. Глупость. Сейчас объясню, почему. Потому что все европейские страны... Клубнику можно. 130 гектаров оставляем Грудинину и все. Подожди. Но коров Грудинина гнать отсюда. Гнать. Да слушай. Именно потому, что европейские страны и китайцы так не делают, я тебе могу обосновать, почему это нельзя делать. Потому что если ты все время думаешь, что без лесных массивов, без полей, которые производят там траву, потом рядом стоит корова и в Швейцарии производят молоко, а это молоко свежее поступает опять же к этим фермерам или там мелких магазинов, это невозможно сделать и не нужно. Потому что все должно быть рационально. Тем больше ты построишь котлетных поселков, тем больше нагрузки на экологию, тем больше ты должен построить очных сооружений, куда это все сливается, как это происходит. Маленький домик на семисотках, ты за всю жизнь только не накакаешь, чтобы хотя бы дотуда дотекло. Слушай, еще раз. Все. Ты даже не представляешь, что, например, многие считают, многие в Швейцарии поселки неэкономичные. Почему? Потому что развивать вот это строительство, скажем, такого типа, это значит коммуникации должно быть в разы больше, дорог в разы больше. Но это такая нагрузка на экологию, что потом... То есть в Москве нагрузки на экологию нет, человейники строят, нагрузки нет, а я хочу на Новой Риге в 30 километрах людям дачки сделать, не смей, давай коров Грудинина там разводить. Да не хочу я коров Грудинина. Есть обоснованные экономически обоснованные нормы. И на 100 гектарах должно быть определенное количество всего, в том числе и лесного массива, в том числе и вот этой вот земляники и всего остального. И когда люди в европейских странах считают нагрузку на экологию, они предусматривают в том числе и поля, и леса, и многое-многое другое, водоемы. А ты говоришь, а давай все застроим... Обратите внимание, молчу. Молчу. Вы голосуйте, вы чувствуете? Грудинин говорит, я не-не-не, готовый кандидат в президент. Вы услышали, что Грудинин в светлой России будущего на честных выборах будет говорить в камеру. Нет, подожди. А в это время Навальный будет говорить, борьба с коррупцией, разоблачать, разоблачать. За кого вы проголосуете? Нет, подожди. Мне кажется, что большинство населения проголосует за Грудинина. Я тебя о другом. О том, что мы каким-то странным образом построили свою страну, где жить можно только в крупных городах и рядом с ней. А все остальное пускай там занимаются. Да. У этой теории есть определенные... Краснодар пухнет, люди туда едут, едут. Почему? Расползают. Погода хорошая. Правильно. Либо хорошая погода. Ясно, что в Сибири, если у тебя много денег едут в Москву, а если меньше денег в Краснодар. Но вот эти регионы, которые... Их не так много. А нужно сделать, чтобы вся Россия была самодостаточной. Мы остановились на том, что у Грудинина здесь 1800 гектаров. Не у Грудинина, а у совхоза. У совхоза. А я считаю, что у Грудинина. А он говорит, что я не я, и хата не моя. А я считаю, что хата его. Окей. Итак, значит, у совхоза имени Ленина 1800 гектаров. Из них под клубникой, под земляникой только 130. Еще 700, по-моему, под кормами для коров. Правильно я вас услышал? Да, еще под садами. Охренеть можно. И при этом вот здесь можно... Нет, под кормовыми культурами. И при этом здесь можно строить, ну, хочешь Мегу, хочешь Икею, хочешь дома. Но, на мой взгляд, лучше, например, таунхаусы. Подлетаешь к Вашингтону, не самый большой город в Соединенных Штатах. Все вокруг таунхауса, вы понимаете? Ты был в Вашингтоне? Софхоз имени Ленин организовал компанию ТТ-девелопмент, которая продала половину земельный участок, который мы ей передали, за миллиард 600 миллионов. Миллиард 600 миллионов. Окей. Это была рыночная вполне цена, да? Да, это была выше рыночной. Это была выше рыночной. Отлично. Но главное другое. Мы 300 с чем-то миллионов заплатили налогов, а остальные деньги перевели в Софхоз имени Ленин. Прекрасно. Теперь смотрите. Вопрос, откуда взялся миллиард? Это всего 9 гектаров из 1800. Вот здесь. То есть, представляете, здесь можно еще, правильно я считаю, что еще 200 раз по 9 гектаров? Правильно? 1800. Это 200 раз по 9 гектаров, да? Еще можно 200 раз по миллиардику здесь снять. И после этого Грудинин будет надеяться, что он клубникой занял землю стоимостью 200 миллиардов, и он отобьется? Ну, отбивается. Смотрите, уже 20 лет отбивается. По-моему, это гениальный человек. Как это умудриться, я не понимаю. То ли звезды помогают, то ли Зюганов помогает. Я не знаю кто, но согласитесь, зажать 200 миллиардов под своей ногой, чтобы получать на клубнике 30 миллионов рублей в год на клубнике, правильно я услышал? Это только выручка, это не чистая прибыль. 300 миллионов. 300 миллионов. 330 миллионов рублей, это просто выручка на клубнике. Еще раз. Это не прибыль чистая, правильно? Глеб, еще раз. Да, это только выручка. И на молоке 150 миллионов. Мы по-разному оцениваем землю. Мы оцениваем землю как средство производства. И она еще должна не только мне, моим внукам, моим работникам, внукам моих работников, но и правнукам принести. У нас совхозу 100 лет, и никто никогда не оценивал землю как товар, который продал и потом взял, собрал деньги и уехал куда-нибудь за рубеж. Мы работаем на будущее. И мы занимаемся плодородием почвы. Мы ведем... Николай, дорогой, простите, что я опять перебиваю вашу предвыборную речь. Для чего человек сажает сад? Подожди. От коммунистической партии. Не знаешь, это неправда. Это просто... Я 10 лет работал в газете «Коммерсант». Вот открываешь газету «Коммерсант», «Ведомости», «РБК», и про вас пишут так. Так, Грудинин, у которого 1800, это золотая земля, но он на ней. И дальше рассказ, понимаете? Да потому что пишут люди, которые не потребователи. Которые капитализм. Которые, извини меня, никогда ничего сами не сделали. Написав статью, они получают в 10 раз больше, чем обыкновенный такторист, который работает на поле. Хотя никакой пользы они не принесли. Я тебе о другом. О том, что есть еще одна идеология. Идеология развития страны. И те, кто производит что-то на этой земле, гораздо для меня более важны, чем те, которые пишут, что это нужно все продать и нахрен свалить куда-то. Вот эта идеология, которую в последнем, в том числе и власть выражает. Потому что чиновник почему-то воспринимает землю не как будущее страны, а как товар, который надо продать, он видишь лесной массив? Вот там один чиновник взял, отрезал 4 гектара и взял, просто украл это все. Никак не оформил? Нет, оформил. А, оформил. Через суд дал денег. В результате теперь... А фамилия есть у чиновника? Ну, конечно. Какая? Венцель. А кто? А он был главой местного, ну, муниципального образования. Венцель приготовил. Подожди секунду. 4 гектара. Да без разницы. Никто никогда ничего не докажет. Потому что все засилено судом. У нас есть планшеты, что это земля лесного фонда. Рядом есть тоже федеральная земля. Депутаты Госдумы написали к генеральному прокурору письмо. Что ты думаешь? Кого-то взяли за это? Нет, конечно. Вот и все. А это лесфонд или нет? Да, это лесфонд. А теперь... То есть он 4 гектара из лесфонда вытащил? И у него там что, один домик? Нет, у него пока ничего нет. Он поставил это на продажу. Не он. Светлая Россия будущего, Венцель. У вас заберут 4 гектара. Так что лучше валите в Ниццу прямо сейчас. Подожди. И он потом... Губернатор его... Имейте в виду, Светлая Россия будущего может случиться прямо через полгода. Потому что Хабаровск доказал сейчас как... Да не никогда. Я вам правда... Вот смотрите, ребят, чтобы все понимали. Значит, почему Хабаровск так важен? Потому что зачистили поляну, там в открытой России обыски, тут сажают, там сажают. Там Навальный сидит там в Москве, там отбивается камерой, компьютер свой последний защищает. А в это время выходит без организаторов 35 тысяч человек на митинг в Хабаровске. И тысяча человек, комсомольский на Амуре. Вы понимаете? Вот ровно так в феврале 17-го года произошла февральская революция в шикарной сверхдержаве мировой, в Российской империи и свергла власть нахрен. В этот момент в России было 50 тысяч заключенных. Все лидеры эсеры, большевики сидели или в тюрьме, или были за границей. Вы понимаете? Все. И генерал-губернатор Петербурга докладывал царю до спокойствия. Всех арестовали. План выполнен на 100%. И царь уезжает. Вы понимаете? И при этом в этом городе, в Петербурге, 300 тысяч войск и 2 миллиона жителей. И там происходят колхозницы, какие-то там выборская сторона. Нет, очень подробно знал. И унтеркирпичников. Первый, кто отказался стрелять в народ и застрелил своего офицера. Унтеркирпичников. Никакому ФСБ в голову не пришло бы его арестовывать, потому что он был никто. Он не лидер, он никто. Это Хабаровск. Унтеркирпичников. И февраль 17-го года в Петербурге. Это ровно то же самое, что сейчас в Хабаровске. Вот так рухнет режим. К сожалению, нет. В России. Потому что ты должен читать, в том числе, самоположников Максима Ленинизма. Ленин говорил, что должна создаться революционная ситуация. В России революции происходят где? В столицах. А они на окраинах не происходят. И вот если ты сравнишь это с Емелькой Пугачевым, с бунтом, да, он тоже начинался довольно сильно. Но в столице ничего не произошло. И вот если бы то, что ты сейчас говоришь, произошло бы в Москве, я бы с тобой, наверное, согласился. Но революционная ситуация, которую я говорил, когда верхи не могли, низы не хотели. Помнишь, как это все было записано? Я учил эту херню долго, да. Подожди, ты учил. Я тебе о том, что это все равно должно произойти в столице. И вот когда ты надеешься на то, что что-то будет происходить, ты увидишь, что даже пенсионная реформа людей не всколыхнула. Люди, каждый пострадал от этого фактически, но на улицы вышло не больше ста тысяч. А вот во Франции, где вышло больше миллиона, сразу поменяли. Желтые жилеты, что ли, вы это имеете? Нет, это было еще до этого. А, 1789 год? Нет, когда была пенсионная реформа, это было до желтых жилетов. И сразу отменили пенсионную реформу, сразу выгнали из правительства того, кто ее предложил. Нет, в истории все не совсем точно повторяется. У меня есть ощущение, что Хабаровский, Комсомольск-на-Амуре, это образец для всей страны. Столица в эту смену власти будет последней. А вот у тебя не было ощущение, что ШИЕС это то же самое. Да, это была первая ласточка. Подожди, что ситуация... Но ШИЕС еще раз гоняли. Подожди, Волоколамске помнишь, что было, да? Волоколамске не удалось добиться. Я говорю о том, что мы с тобой можем... Обратите внимание, все регионы начинают все больше протестовать против Москвы. Правильно, потому что сытая Москва, которая присылает своих эмиссаров, которые ничего не понимают. А когда берут местного, то его сразу обязательно хватают и ведут в Москву. Понимают. Жириновский сказал, что понимают, что надо несколько чемоданов денег отсылать в Москву постоянно. Он говорил иногда правду. Да, я тоже думал, что это правда. Но об этом знают без исключения все. И это надоело не только Навальному, я имею в виду, коррупции и все остальное, но и всем остальным. Потому что развитие регионов не происходит. Все высасывается в один центр, пропадает неизвестно где. Тратится на разные мегапроекты. Закопал трубу, вытащил трубу. И люди нищие не могут так дальше жить. Структуристы в квартире 110 метров, да? Живут они там вчетвером. Это нормально? Да не, не, это фантастически жирно. 110 метров на четверых. Это просто фантастика. Так не бывает. А можно тогда узнать, кто ваши акционеры? Значит, у вас было 48% акций, да? 44%. Из них бывшая жена 42% забрала. И таким образом... Она забрала у акций, там, председателя совета акционеров. В целом она собрала контрольный пакет? Еще пока не собрала. Сейчас, если вот этот миллиард они реализуют, и мы его не соберем, тогда... Значит, речь идет о том, что сейчас Павел Николаевич проиграл иск на миллиард рублей. И если его придется выплачивать, или приставы будут за этот миллиард забирать акции и все остальное, то очень может получиться, что ваша бывшая жена соберет контрольный пакет... Бывшая жена вообще никакого... Ну, бывшая жена отдала это в управление людям саблина, правильно я понимаю? Она сразу за два дня передала в собственность Рота Агра, хотя должна была по закону предложить нам, потому что закрытое акционерное общество, акции не должны выходить за пределы. А она отдала их саблину, Рота Агра. Скорее всего, за очень маленькие деньги она продала роскошный актив. Ну, это 2 миллиона. Ваша бывшая жена никогда бизнесом не занималась, ничего, так сказать, в делах так сильно не понимает, правда? Не так. У нее есть хорошие советчики, там, старший мой сын, который... Ну, тогда не так обидно, если все-таки старшему сыну досталось... Это обидно. Слушайте, я не пойму, а почему вот разгар нужно, сколько сейчас, 3 часа, почему никто не собирает клубнику? Потому что в 6 утра они начинают, а в час заканчивают. В такую жару собирать землянику невозможно. Значит, если я у вас заказываю оптом, то вы привозите мне вот 5 таких ящиков, правильно? Нет, если ты говоришь оптом, то это 100 килограмм, например. Сколько? Нет, слушайте, у вас интернет-доставка 15 килограмм, правильно? Да, 15 килограмм. Сколько таких ящиков? Это 5 таких ящиков. 5 таких ящиков. Нет, губернатор, имейте в виду, светлая Россия будущего может случиться прямо через полгода. Потому что Хабаровск доказал сейчас, как... Да не никогда. Я вам правда... Вот смотрите, ребят, чтобы все понимали. Значит, почему Хабаровск так важен? Потому что зачистили поляну, там в открытой России обыски, тут сажают, там сажают, там Навальный сидит там в Москве, там отбивается камера и компьютер свой последний защищает. А в это время выходит без организаторов 35 тысяч человек на митинг в Хабаровске и тысячи человек в Комсомольске на Амуре. Вы понимаете, вот ровно так в феврале 17-го года произошла февральская революция в шикарной сверхдержаве мировой в Российской империи и свергла власть нахрен.